Русские новости и идеология Русские интеллектуалы уже давно работают над вопросами русского мировоззрения, как только в этом появилась потребность сформировать, сложить в слова то, что русские люди ощущали на протяжении всего исторического существования русского народа, должно было быть обличено в тексты. Этих текстов много, но всегда существует потребность изложить те идеи, которые есть в этих текстах, в каких-то компактных документах. В свое время Конгресс русских общин, можно сказать, заказал группе авторов текст «Манифест возрождения России», такой текст был создан, и он сыграл свою роль, это был существенный мировоззренческий документ. Может быть, он кого-то привлек, и сейчас мы вряд ли сможем об этом судить. Есть и действует манифест, созданный для партии «Великая Россия». Вот эта книжечка давно уже существует. Это такое изложение мировоззрения русского национализма в приложении к общемировым задачам, не только своим собственным национальным. Ну, а русский народ всегда и был народом, который видел какие-то смыслы не только для своего существования, но и представлял образцы для всего человечества, как, в общем-то, любой исторический народ, как имперская нация. А без этого великий народ, великая нация просто существовать не могут, они создают рецепты для всего мира. И вот, можно сказать, в этом году завершилось формирование еще одного текста. Это русский национальный манифест. Инициатором его создания был Сергей Алексеевич Евстифеев. В редактировании текста участвовало, наверное, несколько десятков человек. Речь идет не о том, чтобы сказать всю правду, но о том, чтобы не сказать лжи, а сказать именно ту часть правды, которая особенно необходима сегодня. И я хотел бы вот этот русский национальный манифест просто процитировать целиком, для того, чтобы русские люди всегда имели под рукой такой видеофайл, на который можно было сослаться. Есть, конечно, и тексты, и тексты эти будут рассылаться по электронным сетям, и каждый сможет ознакомиться с этими текстами. Но, может быть, кому-то удобнее будет посмотреть и послушать. Итак, русский национальный манифест. Наследникам наших предков, сынам и дочерям Отечества посвящается. Мы не ждем второго пришествия пророка. Мы не верим армии предсказателей, особенно кремлевского призыва. Мы не ставим во главу мировоззрения религиозные догмы, символы. В оценках мы верны единому правилу – судить жизнь только по делам. Мы сознаем, что мир переполнен горем, бедностью, несправедливостью, а те, в чьих руках находится власть, над языком, средства массовой информации распространяют ложь и дезинформацию. Общество, попавшее в зависимость от идеологии безудержного потребления, утратило способность трезво оценивать смысл жизни, свое будущее, судьбу своих потомков. Мы видим, что власти, управляющие нами, ведут всех к деградации, обнищанию и разрушению нашего Отечества. Поклонники Золотого Тельца могут быть довольны. Многие из нас все ближе к стаду, ждущему только хлеба, зрелищ и сексуальных утех. Нас убеждают в том, что движение по выбранному пути объективно и закономерно, что альтернативы ему нет. Это ложь. Человек не должен превращаться в животное. Мы любим Родину, мы стремимся вернуть ее к лучшим традициям наших предков, восстановить идеалы, завещанные нашими героями и мыслителями, возродить достоинство и мощь нашей Матери России, обеспечить процветание народа. Наш путь – путь истины и русской правды, путь совести, справедливости и русской чести. Мы разбудим достоинство людей и желание сделать жизнь ясной, содержательной, красивой. Мы верим в превосходство лучших нравственных начал в природе коренных народов России. Период Красного Террора, коллективизация, Отечественная война, попытки создания новой общности, советский народ и современный русофобский режим ухудшили генофонд нашей нации, но не уничтожили ее. Русский народ по-прежнему является опорой страны, ее интеллектом и духовной основой. Так случилось, что мы, русские люди, отдали право управления ресурсами, социальной сферой и даже своей судьбой в руки космополитов, не связывающих свою судьбу с нашей Родиной. Наши чаяния и надежды оказались погребены под нарастающим валом мелких проблем, нарастающим хаосом. Этот хаос управляем, а не является следствием ошибок и некомпетентностей. Понимание причин наших бедствий абсолютно необходимо для возрождения страны и нации. Чтобы справиться с катастрофой, надо первопричину ее прежде всего назвать по имени. Есть множество движений, партий, инициатив, заявляющих о борьбе за народное счастье, конкурирующих между собой, но все они утаивают истинные причины происходящего, не имея в своих программах ключевой идеи, которая одна лишь способна вывести Россию на путь созидания. Русское национальное движение – это единственная сила, которая, избавившись от внедренных в него агентов, врага, и сплотившись в общем деле, способна спасти Россию от уничтожения. Русское национальное движение выражает интересы русского народа. Но эти интересы оказываются близки интересам иных народов, издревле проживающих в России, которые сегодня утратили понимание ценности русского лидерства и теперь поддаются русофобской пропаганде, стараются каждый для себя. Мы надеемся вернуть их здравое отношение к русским и России. Но главное, чтобы то же самое произошло с русскими. Русские люди должны вспомнить о своей русской природе и отстоять Россию для своих потомков. Угроза существованию России исходит не столько от внешних, сколько от внутренних врагов, от захватившего власть интернационала олигархии, от инородческих кланов и этнокриминала. Русское движение также разъединяется внутренними несогласиями и агентурой врага, внедренного нам под русским именем, но имеющим совершенно иные неприемлемые для нас цели. Подавив внутреннего врага, мы сумеем отразить и внешнего. Настоящий манифест, обобщая интеллектуальные усилия русских мыслителей, опыт политической борьбы за интересы русского народа предлагает основу для сплочения всего русского движения, всех русских людей. Национально-державный путь – политический выбор русского человека. Русские, не растерявшие своей идентичности, своих исконных национальных качеств, остро переживают трагедию России. Находясь в поиске решений, устроений будущего для себя Отечества, они выбирают множество вариантов устройства государства, способов изменения ситуации. Но каждый раз возникает вопрос, какая сила возьмет на себя труд этих преобразований. Любые подвижки и революции в обществе происходят лишь когда критическая масса людей оказывается захвачена общей идеей, порывом, прозрением. Наш народ был неоднократно обманут революционерами, попами, коммунистами, демократами и либералами. Каждый раз оказывалось, что все заманчивые, нередко прекрасные лозунги были лишь средством, инструментом для творцов хаоса и катаклизмов, то есть сплошным обманом. И сегодня для сохранения за собой власти российская «властная элита» опутала народ сетью тотального обмана, своеобразной комбинацией патриотизма, демократии, либеральных свобод и пресловутой стабильности. Но самой долгоиграющей и коварной обманкой оказался интернационализм. Проводя длительную скрытую работу по воспитанию интернационалистов из ранее свободного и независимого русского народа, наши враги превратили его в долготерпеливую массу, зависимую от своих поводырей. В стремлении подрубить наши родовые корни прививают нам толерантность, которая в медицинском смысле означает неузнавание, неотторжение чужеродного и беззащитность. Провозглашая всеобщее равенство наши враги, ввели практику безвозмездного пользования материальным и интеллектуальным достоянием нашего народа, превратили сам народ в расходный материал. В стремлении сохранить свое главенствующее положение и созданную систему управления, они оседлали патриотизм как способ сохранения территории и материальных богатств нашей страны в своем распоряжении. Они нагло используют святую память о наших дедах и отцах, добывавших своей кровью победу в Великой Отечественной для пиара так называемого национального лидера. Мы, русские националисты, не позволим строить фундамент государства на костях нашего народа. Мы против жертвенного убийства своего народа ради государственного политического строя или экономического процветания. Наше стремление сберечь культуру и память наших предков, любовь к своему народу и традициям враги пытаются поставить вне закона. Всячески извращая понятие русского национализма, они одновременно поощряют и поддерживают национализм, так называемый национализм малых народов, доводя его до неприемливого шовинистического уровня. Мы прекратим практику паразитирования одних народов за счет других. Взаимопомощь должна иметь разумные, справедливые пределы. Русский национализм – спасительное лекарство для излечения болезни русского народа. Понимая это, наши враги направляют самые большие усилия для подавления роста русского национального самосознания. Мы доведем до понимания населения необходимость и решающую роль русского национализма для освобождения нации от инородного засилия. Нас поддержат народы других стран, ценящие свой национальный дух и независимость. Русское национальное государство Одна из важнейших особенностей русского образа жизни – общинность. Общинность сыграла огромную роль в построении государства российского. Доминирование в русском укладе чувства взаимопомощи, совместного труда и защиты от врагов, духовного единения высоких морально-нравственных критериев способствовало построению государства и последующего превращения его в мощную империю. Уничтожьте у нас общину, и народ тотчас же будет у нас развращен в одно поколение, Достоевский. Не случайно наши враги ставят задачу не допустить возрождения социального коллективизма в России. Проповедуя либерализм, индивидуальное благополучие, безграничное потребление, они разрушают понимание простого, обязательного для нас принципа – общего, выше частного. У нас есть все предпосылки для восстановления нашего государства и его могущества, колоссальное наследие наших предков в виде богатой территории, инфраструктуры и, самое главное, могучего и умного народа. Но сегодня в стране господствует элита, четверть века разрушающая и разворовывающая страну. Эта власть убедительно доказала свою неспособность и нежелание встать на путь возрождения России и сбережения ее народа. Мы утверждаем, что изменить вектор движения страны могут только люди с четкой ориентацией на национальный путь развития. Эти люди – русские националисты и другие представители коренных национальностей, которые поддерживают идеи русского освободительного движения. Враждебная народу власть, выполняющая планы международного финансового интернационала, будет до последней возможности мертвой хваткой держаться за властные рычаги. Она не остановится перед разжиганием гражданской войны и большим кровопролитием, как уже произошло на Украине, не без участия кремлевских сидельцев. Панически боясь пробуждения русского народа, кремлевская группировка полностью подчинила систему правосудия своим интересам. Оправдывая действия крупных государственных преступников, российское кривосудие в то же время преследует русских патриотов лишь за высказывание своих убеждений. Наиболее опасным из них таким, как Алексей Мозговой, грозит неминуемая смерть и запрет упоминать их светлые имена. Создавая видимость заботы о сохранении порядка и спокойствия, они присваивают русским патриотам ярлыки от экстремиста до организатора свержения законной власти. Доверчивое население легко покупается на формулировки, поданные средствами массовой информации, не обременяя себя поиском истинных причин терактов, источников экстремизма и организаторов геноцида народа. Сегодня перед нами стоит сложнейшая задача в условиях изоляции от СМИ объединить думающих граждан. С тем, чтобы граждане ощутили себя гражданами, а силовики вспомнили свои уставы и клятвы верности нашему народу и государству, поставили их выше личной приверженности Пахану и Нуворишу, которые платят. Экономический упадок России углубляется. Пропасть между простым народом и группой олигархов становится все глубже, а понимание приближения катастрофы постепенно доходит до населения. Обрушение мнимой стабильности может произойти неожиданно. Чтобы страна не свалилась в анархию и хаос, в переходный период потребуются сильные управленческие решения. Но в этот момент олигархи, подобно крысам, покинут Россию. У них для этого все готово. Всю тяжесть управления страной возьмут на себя национальные патриоты. Так было всегда. Олигархи, ростовщики, политиканы и прочие паразиты процветают лишь до тех пор, пока страна не обобрана окончательно, а население продолжает их терпеть. Для нас чрезвычайно важно не доводить страну до крайней черты, а разобраться с крысиной стаей паразитов заранее. В переходный период только национальная элита сможет удержать порядок в стране путем установления диктатуры национальных интересов. Сегодняшняя стабильность деградации и безнадежности обеспечена раздутыми силовыми структурами, развращенным правосудием и оболваниванием народа. Для оздоровления необходимо принятие радикальных решений. Потребуется поддержка населением нового национального руководства страны. Внешние и внутренние угрозы Обеспечение спокойной, созидательной жизни граждан, защита от внешних и внутренних врагов – первейшая обязанность государства. Современный мир прагматичен, агрессивен и жесток. В нем царит власть омерзительного чистогана, которому чужд и враждебен русский дух. Поэтому выбор собственного пути для нас обусловлен не только духовными ориентирами, но и простой целесообразностью и расчетом. Мы признаем и поддерживаем право всех народов на независимое самостоятельное существование и развитие. Но это не означает, что какой-либо народ может безвозмездно пользоваться материальными и интеллектуальными результатами деятельности другого народа. Мы также понимаем, что не следует рассчитывать на доброту и снисходительность иных народов. За период правления реформаторов, геополитическому положению России и уровню ее авторитета на мировой арене нанесен значительный ущерб. В лагере врагов России оказались страны, бывшие ранее союзниками. Недопустимый разлад политических и экономических отношений с Белоруссией и особенно с Украиной в решающей степени является результатом деятельности Кремля. Вина российского руководства в возникновении гражданской войны на Украине и геноциде русского народа бесспорно и является тяжким преступлением перед народом. Россия всегда успешно противостояла внешней агрессии, однако сегодня народный дух и воля подавлены изнутри. Разговоры о том, что России угрожает некая оранжевая оппозиция и надо сплотиться вокруг лидера нации является чистейшим вымыслом, так как эта оппозиция управляется нерусским паханатом и финансируется из нашего общего достояния. С подачи высшего руководства нас просветили о наличии пятой колонны, но почему-то не называют конкретных фамилий. Мы обязаны уточнить, среди высшего руководства России у русского народа нет друзей и сочувствующих. Практика антирусского отбора обеспечила создание на вершине власти группировки, состоящей исключительно из наших врагов и предателей. Наша сегодняшняя задача, не отвлекаясь на внешние угрозы, разобраться в своем доме. Без создания национально ориентированного руководства страной, разговоры о защите ее от внешних угроз носят риторический характер, а сама защита будет направлена лишь на сохранение олигархических интересов. Социальная платформа русского движения Научные и технологические достижения человечества привели к тому, что созданные богатства технические, интеллектуальные, культурные и даже продовольственные более чем достаточны для достойного существования всего населения Земли. Однако все богатства планеты сосредоточены в руках немногих. Состояние олигархата превышает материальные возможности рядового жителя Земли нередко в миллионы раз. Даже богатейшими ресурсами России немало хронически голодающих людей, в то время как некоторые государственные служащие получают ежедневный доход в несколько миллионов рублей. Такая гигантская разница отнюдь не объясняется общественной значимостью избранных. Причина в том, что власть имущие, обеспечив себе личный сверхдостаток, создали непреодолимые препятствия основной массе людей, пытающихся вырваться из цепких лап нищеты. Практически все законотворчество правителей нацелено на ущемление прав граждан, одновременно на сохранение возможностей обогащения элиты. Здесь не хватает места излагать подробную программу русского преобразования и возрождения России. Отметим лишь ключевые особенности нашего подхода. Все законы и действия руководства государства должны отвечать основному условию – государство для народа. Главным богатством России является ее народ. Любые действия, решения власти, направленные на уменьшение защищенности народа, ведущие к обнищанию и уменьшению народа населения, расцениваются как преступление перед народом. Виновники подобных действий подвергаются народному суду и осуждаются, как правило, по самой жестокой статье. Социальная защищенность нетрудоспособного населения гарантируется по нормам, обеспечивающим достойную жизнь. Материнство и детство, интересы семьи становятся особой заботой государства, им уделяется первоочередное внимание. Образовательная система, начиная с детского возраста и вплоть до получения высшего образования для граждан России, будет финансироваться исключительно за счет бюджета. Наука, в том числе фундаментальные исследования, будут финансироваться государством. Убогие реформы системы образования либерального периода подлежат отмене и радикальному пересмотру. Природная рента, доход от уникальных природных богатств нашей Родины, будет распределяться равномерно среди граждан страны, а не попадать в руки кучки паразитов. Для реализации такого подхода нами разработана программа «Социальный пай». Оплата труда дифференцируется в зависимости от важности вклада в совокупный общественный продукт, значимости для общества и государства. Уравнилов, конеждивенчество не допускаются. Государство берет на себя обязанность предоставления каждому работы по его возможностям и способностям. Устанавливается система моральных и материальных поощрений за высокие заслуги перед народом и государством. В информационной сфере устанавливается максимальная открытость и доступность любой информации, за исключением крайне ограниченной сферы, связанной с обеспечением внешней безопасности государства. С целью установления правды и диктатуры справедливости рассекречиваются архивные данные всех времен. Мы убеждены, что наш народ в состоянии дать правильную оценку всем предшествующим правителям и событиям. Одновременно мы установим запрет на создание и функционирование групп, сообществ информационных ресурсов, деятельность которых направлена против интересов русского и других коренных народов России. Деятельность этих групп и персон будет оценивать Народный суд. Менталитет, душа народа находят полное отражение в многовековой культуре народа. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы не только сохранить все многообразие культур русского и других коренных народов нашей Родины, но и всячески углубить исследования и поиск информации в этом направлении. Не секрет, что история жизни и культуры нашего народа неоднократно переписывались и фальсифицировались, поэтому данные исследования будут поставлены под особый контроль государства. Имитаторы русскости и открытые враги русского народа Наши враги имеют богатейший многовековой опыт проникновения в национальные государства, постепенного овладения управляющими функциями и переориентации жизненных ресурсов захваченного государства исключительно на свои интересы. Такие захваты повторялись множество раз и не миновали практически ни одного государства, достигшее к моменту ползучей интервенции высокого экономического уровня. Нередко здоровая часть тела национального государства в лице местной элиты пресекала процесс деградации, отторгала и изгоняла опасную заразу, о чем свидетельствуют многочисленные документы. Но процесс ползучей интервенции повторяется вновь и вновь. Не миновала подобная участь и Россию. Русские лидеры и герои с переменным успехом боролись с инородной заразой, однако слом традиционных устоем все же произошел в 1917 году, что сопровождалось чудовищным геноцидом русского народа со стороны инородцев-революционеров. Частичное восстановление сил и достоинства русской нации произошло в период правления Сталина. Однако дальнейшая неумолимая деятельность паразитов при мощной внешней поддержке с максимальным использованием информационных технологий дали свой результат. В 90-х годах произошло окончательное вытеснение русской элиты из высших управленческих слоев России. Лишь небольшая часть предателей и выродков из числа русского народа была допущена в ряды так называемой новой элиты. Враг русского народа в широком смысле враг рода человеческого прекрасно осознает, что в открытом противостоянии у него нет шансов на успех. Поэтому в своих действиях он использует мимикрию и камуфляж, лицедейство. Огромная масса людей простосердечно доверяется русскому радио, национальному телевидению, русской православной церкви, не замечая, что идеологи здесь люди вовсе не русские и ведут они совсем не туда. В последнее время эти идеологи осмелели до такой степени, что стали открыто заявлять о себе, внедрять чуждые нам символы, шестиконечную звезду, праздновать свои праздники, победно конщунствовать в сердце России, в Кремле и так далее. Эмблемой якобы государственной компании «Роснефть» установлена «Минора». Наиболее публично подмена и перемешивание понятий производится в политической сфере, создание нежизнеспособных движений-симулякров, христианский коммунизм, национал-либерализм, национал-демократии и прочие подделки. Поддерживается и проплачивается огромное количество движений и партий, либерального, коммунистического, социалистического и прочих уклонов. Нередко в названиях этих движений используются слова «свобода», «справедливость», «правда», «достоинство», «единство», «народ», «русский» и даже слово «национальный». Благодаря значительным финансовым вливаниям, некоторые созданные Кремлем движения, вроде марионеточных ОНФ и НОД, приобрели известность настолько, что смогли стать дополнительной платформой для маневров правящей партии олигархов «Единая Россия». Имитация русских понятий, образов и ценностей, замена их внутреннего содержания дезориентирует людей, обеспечивает процесс манипуляции общественным сознанием. В итоге действия верхушки России не вызывают должного возмущения и протестов населения. СМИ, являясь собственностью олигархов, переполняют информационное пространство, многократно тиражируемое ложью кремлевских идеологов. Население находится в состоянии информационной наркотизации. Огромное количество медиаресурсов назойливо вливают в глаза и уши обывателя лавину малозначительной вредной информации, превышающей порог возможности ее физического восприятия. В этих условиях обыватель перестает критически воспринимать действительность и покорно следует внушаемой болезненной идеологии. Кроме традиционной скупки СМИ, без владения которыми было бы невозможно дурачить народ, реформаторы нашего поколения активно используют формулы «разделяй и властвуй», «если не можешь справиться с движением, возглавь его» и так далее. Все движения и партии насыщены агентами спецслужб, контролирующими деятельность этих движений. Мелкие и крупные лидеры общественных и политических движений, как правило, оказываются агентами ФСБ, а то и МОСАД. Наша элита лояльно относится к любым движениям, кроме тех, которые упоминают о правах русской нации. Любые инициативы и движения с программными установками на реальное возрождение русского самосознания и приходом русской власти преследуются всеми возможными способами. Вот лишь некоторые действия, произведенные управляющей верхушкой именем народа и именем Российской Федерации. Отмена выборности судей, создание вертикали оккупационной власти, введение русской статьи 282, создание Центра по противодействию экстремизму, создание Национальной Гвардии, принятие закона о запрете признания экстремистскими материалами текстов религиозных учений, зачистка информационного пространства по теме национальной справедливости, попытка принятия закона о Российской нации. Скрытость истинных намерений правящей верхушки России, маскировка многих действий под интересы государства и народа достигли дьявольского совершенства. Неудивительно, что значительная часть населения потеряла способность развлечения где свой, где чужой, оставляя без внимания факты преследования и устранения настоящих русских патриотов. Все эти действия осуществляются безусловно, сведомо и под личным контролем так называемого национального лидера. Суд над разрушителями и поругателями национальных святин неизбежен. Сейчас у нас задача другая – спасти погибающую Россию и народы ее населяющие. Эту основную задачу может выполнить только коренной народ во главе с настоящими национальными лидерами. Появление национальных лидеров, в свою очередь, возможно только в среде понимания и одобрения большинством народа. Для возникновения этого понимания совершенно необходимо разделение свой-чужой. Мы и они, свои и чужие, внесем ясность. Наш манифест будет похож на программы партий сателлитов олигархической власти, если мы открыто не обозначим и не разъясним, кого мы считаем своими недоброжелателями, кому симпатизируем, а кто наш враг. В соответствии с многовековыми, а возможной тысячелетними традициями, в обществе русских людей главенствующее место занимало справедливость. В перечне личных качеств почиталось достоинство, свободолюбие, совесть, в бою бесстрашие, смелость. Нашему народу свойственны удивительная изобретательность и уникальная выживаемость в разнообразных тяжелейших условиях. Перечень данных качеств обуславливал характер общежития, общинность, оседлость, взаимопомощь, нестяжательство. Характер взаимоотношений с другими народами и племенами, учитывая оседлый образ жизни, автономность и самодостаточность ведения хозяйства, строился на добрососедской основе и договоренностях. Человечество неоднородно. По аналогии со всей живой природой, в нем есть и хищники, и приспособленцы, и паразиты. Мирная и спокойная жизнь нуждается в защите. Русские научились хорошо воевать и защищать себя от грабителей и завоевателей. Об этом свидетельствует вся наша многовековая история. Гораздо сложнее оказалось преодолеть медленный, неумолимый захват государственной прослойкой паразитов. Так раковая опухоль незаметно развивается в живом теле, пуская метастазы, и в конце концов убивает организм. Социальные паразиты опаснее раковых клеток. Даже умертвив один организм, сообщество, государство или будучи современно удаленными из него, они переселяются в тело другого организма и вновь продолжают свою работу по медленному убийству тела своего нового хозяина. Мы говорили о племени ростовщиков, предки которых занимались работорговлей, а впоследствии перешли на более чистое дело – торговлю деньгами, добившись легализации этого ремесла и захватив большую часть мира. В ходе своей длительной истории выживания и борьбы с многими национальными государствами они выработали свою поэтапную технологию. Этап 1. Первоначальное накопление капитала за счет судного процента, достигающего порой немыслимых размеров. Этап 2. Проникновение во властные структуры путем подкупа махинаций специально разработанных приемов. С этого момента начинается интенсивное замещение коренных представителей в государстве-хозяине на ключевых местах сородичами своего паразитического племени. Этап 3. Организованное целенаправленное разграбление государства под видом законной деятельности, выкачивание всех видов ресурсов, при этом деятельность ведется под прикрытием благих замыслов для государства и народа. Россия сегодня находится в состоянии третьего этапа разграбления. Первые два этапа были пройдены за последние 200-300 лет. Я бы здесь уточнил, что скорее все-таки 70 лет коммунистического режима и четверть века либералистического режима. Вот время разворачивания того сценария, о котором мы говорим, во всю ширь. С целью теоретического обоснования своей разрушительной деятельности хищники и паразиты придумали религиозное учение иудаизм, который прямо предписывает превосходство над другими народами, гоями, и оправдывает их ограбление. Немногим более 100 лет назад иудеи создали целую политическую доктрину, сионизм, под эгидой которого действует самое радикальное крыло мирового еврейства – секта Хаббат. По инициативе СССР 10 ноября 1975 года резолюцией ООН сионизм признан одной из форм расизма и расовой дискриминации. Решение ООН стало вызовом всему мировому еврейству. Резолюция продержалась 16 лет и была отменена по требованию США и Израиля буквально через неделю после официальной ликвидации СССР – 16 декабря 1991 года. Тогда же слово «сионизм» полностью исчезло из российских СМИ. Мы не хотим обвинять все мировое еврейство в грехах ростовщиков и сионистов, однако отмечаем, что евреев, имеющих мужество признать множественные преступления племени банкиров и революционеров, чрезвычайно мало. Огромное большинство евреев дружно настаивает на незыблемости принципа интернационализма в качестве прикрытия своей тайной избранности. Данный факт свидетельствует о том, что иудейская психология – трудноизлечимая болезнь. Поэтому величайшая миссия Христа, который был послан не только к погибшим овцам дома Израилева, нуждается в дальнейших усилиях для своей реализации. Религиозное учение принято в качестве основного закона, однако такое сращивание может иметь негативные последствия как для самого народа, так и для человечества в целом. Неотъемлемым фактором любой религии является догматизм учения, недопустимость изменения установленных канонов. Хорошо, когда каноны или заповеди способствуют защите человека и общества в целом. Но если догма становится препятствием на пути познания окружающего мира, а то и способствует взаимоуничтожению или моральной деградации, то здесь роль религии неблаговидна. Декларируемая олигархия и многоконфессиональность нашего государства исключает возможность ориентации его официальной идеологии на одну конкретную религию. Здесь я должен немножко уточнить, что многоконфессиональность это все-таки догма олигархии, догма оккупационного режима. Россия моноконфессиональная страна, состоит она в основном из православных и атеистов. Атеизм это не религия, хотя в атеизме есть элементы религиозного догматизма. Тем не менее, все-таки Россия моноконфессиональная страна от своего основания до наших дней. Поэтому никакой многоконфессиональности нет и быть не может. Прочие религии могут существовать, конечно, на территории Российской Федерации или на территории исторической России. Никто против этого не возражает. Но следует возражать против поликонфессиональности или многоконфессиональности. Нет, если речь идет о стране, государстве, то это русская страна, русское государство, кого власть, того и вера. Вера здесь православная. Остальные в гостях действительно могут иметь свои сакральные центры, там, где они традиционно существовали. И против этого Российская империя или русское государство никогда не возражали. Соответственно, не возражают и русские националисты. Возражают только против того, чтобы иные инородческие инородные конфессии захватывали все больше влияния и становились на один уровень с ведущей конфессией с православием. Это, конечно, нелепость. Даже для атеиста это должно выглядеть нелепостью, если у нас, скажем, вся столица будет утыкана мечетями, синагогами и буддийскими дацанами. Нет, это центр православия. Здесь должна быть православная архитектура, здесь доминирует православная вера. Все остальное на периферии, там, где кому-то это нужно, пусть это и будет. И там, где есть традиционные центры культуры иных народов. В этом нет сомнений, против этого никто не возражает. Мы мононациональная православная страна и должны стать православным государством, по моему глубокому убеждению. Как правило, религиозные учения преподают превосходство коллективных, общественных начал над индивидуальными, либеральными, что согласуется с общепринятым понятием добра и зла. Две наиболее значимые конфессии в России – христианство и ислам – мировоззренчески близки. Ну, в какой-то степени, в какой-то степени. Очень даже, я бы сказал, незначительные, близки только именно вот в этом, в противопоставлении коллективизма, индивидуальному эгоизму. В частности, обе конфессии признают ростовщичество преступлением, что является сильной предпосылкой в достижении национального единения и ликвидации класса паразитов, создавших на земле систему глобального финансового рабства. В настоящее время либеральной властью предприняты неординарные усилия, направленные на использование ресурса церкви для упрощения своего положения. Являясь зависимым от мирового фининтерна, руководство Российской Федерации участвует в реализации плана объединения всех религий и формирования единой общей мировой религии во главе с Папой Римским, что означает еще один значительный шаг на пути установления власти глобалистов. Кто не в курсе, это происходит прямо на наших глазах, и 2016 год был особым обострением экуменистических инициатив как со стороны Московской Патриархии, так и со стороны Кремля. Особенно надо выделить такую сторону религиозных учений, как агрессивность, свойственную некоторым монотеистическим учениям, например, иудаизму и исламу. Сегодня совершенно очевидно, что специфические особенности некоторых учений используются силами, враждебными всему человечеству в корыстных корпоративных целях. Так, например, руководство Российской Федерации своими решениями позволяет и далее сохранять неподсудными формулировки Торы, крайне расистского и человеконенавистнического содержания. Ну, здесь я бы сказал, что не столько Торы, сколько других догматических сочинений, и в них действительно полно расизма, ненависти к другим народам, к другим религиозным конфессиям и вообще к роду человеческому, за исключением того рода, который объединяется вот этими догматическими сочинениями. Трепетно относясь к вопросу сохранения и развития уникальной культуры нашего народа, мы будем поддерживать чистоту религиозных учений коренных народов, недопустимость их примитивных упрощений в угоду глобалистам. Мы с большим уважением относимся к исследованию культуры и веры наших предков дохристианского периода, условно называемых язычество или ведизм, или родноверие. Признавая, что становление государства российского происходило под знаменем христианства, мы знаем, что наш уникальный по богатству и точности язык, многие обычаи и морально-нравственная база создавались значительно раньше, до прихода христианства на нашу землю. Это верно, иначе бы христианство здесь никогда бы не утвердилось. Вопрос религиозного примирения не только между приверженцами разных конфессий, но и в особенности среди русских имеет решающее значение для установления торжества русского мира и справедливости. С высокой трибуны съезда мусульман было заявлено, сегодня каждый, кто вступает на путь разногласий, становится солдатом сионизма. Эти слова вполне созвучны идеям русского освободительного движения. Мы русские, с нами Бог, солнце за нас. Русские символы и русские иллюзии Мы не в состоянии реконструировать достаточно ясную историю русского народа. Это задача будущих русских историков. Имеющиеся артефакты, современные научные открытия указывают на то, что наши генетические предки уже 30-40 тысяч лет назад имели культурные поселения на территории России. В настоящее время, благодаря взрывному расширению информационного пространства, стал очевиден факт намеренного искажения и переписывания истории всеми правителями. Нередко мы можем убедиться в том, что нам внушали откровенную ложь о жизни предшествующих поколений. Фальсификаторов всегда пугала древность и глубина русской истории. Наступила эпоха пересмотра ранее описанных исторических событий, чему способствует не только открытие множества ранее скрываемых фактов, но и появление новых технологий добычи исторических сведений, их расшифровки и интерпретации. Ну, скажу, нас, конечно, больше всего интересует XIX и XX век, которые, с одной стороны, оболганы большевиками, коммунистами и разного рода либералами, а с другой стороны, являются, в общем-то, основой нашего мировоззрения и опорой для нашего народа. Все наши победы, триумфы, ошибки, все это должно быть действительно пересмотрено. И настоящая история русского народа еще не написана, может быть, потому что русский народ все еще продолжает быть творцом своей собственной истории и переосмысления предшествующих веков. Это дело каждого поколения, и наше поколение тоже должно заниматься этим переосмыслением, очищением нашей истории от всех либералистических, коммунистических, левацких и всяких внешних влияний, которые мешают русскому народу осознать весь размах его исторического творчества и те задачи, которые стоят перед ним сегодня. Не погружаясь в глубины океана исторической информации, необходимо все же обозначить наше отношение к некоторым периодам истории последнего тысячелетия. Принято считать дату 988 год по современному летосчислению датой принятия христианства на Руси и связывать ее с новой эпохой нашей древней Родины. Дата эта весьма условная и события того времени весьма неоднозначны. Их трактовка в современном обществе является буквально яблоком раздора среди русских. По этому поводу мы признаем следующее. Важнейшие признаки культуры, язык и устные предания дошли до нас из времен более тысячелетней давности. Становление государства российского, формирование его границ и превращение в империю происходило под знаменем христианства. То есть это следует прокомментировать так. Русский народ, безусловно, древнее христианства. И его основные культурные традиции и его менталитет зародились до христианства. Но в качестве государства, в качестве политической нации русские прошли свое становление в период христианства, под воздействием христианства и благодаря христианству. Приняв эти краткие лаконичные положения в качестве аксиом, все русские люди обязаны спокойно и дружно направить свои силы на спасение себя и отечества. Клевета на Российскую империю и ложь о ней стали отправной точкой не только для идеологии революционеров-коммунистов, но и современных революционеров-либералов. Очевидно, что создание мощной Российской империи руками своего собственного народа, не прибегая к поработительным войнам и колониальной политике, является решающим аргументом в пользу созидательных, творческих и моральных качеств коренного русского народа и успешности форм государственного управления. Чаще всего объектом-критиками оказывается последний царь Николай II. На самом деле достижения России во времена царствования Николая II были впечатляющие. Достаточно отметить, что население в стране за период его правления увеличилось более чем на 45 миллионов человек, а Транссибирская магистраль, построенная под личным руководством Николая II, является и по сей день самой протяженной и мощной транспортной артерией современной России. Еще одной исторической ложью современных реформаторов является обоснование нежизнеспособности Советского Союза. Такая постановка вопроса была абсолютно необходима реформаторам-разрушителям для убеждения населения в целесообразности рыночных реформ. В настоящее время разрушенная экономика и деградация морали породили мечты части населения о возврате в СССР-2. Мы же должны напомнить о том, что идеологическая закрытость, царившая в СССР, сейчас не может быть восстановлена, а режим всеобщей уравниловки и равенства для неравных не устроит талантливых, инициативных и предприимчивых людей. Отношения с бывшими республиками, ставшими суверенными государствами, могут решаться только на дипломатическом уровне, исходя из интересов проживающих в них народов. Кроме того, отношение советской власти к русскому народу как к донору для всех других народов и его бесправный статус в настоящее время не может быть положен в основу межнациональных отношений. Такой нагрузки ослабленный русский народ просто не выдержит. Нам предстоит первым вдохнуть кислорода и отдышаться, и лишь потом приступить к построению отношений со своими соседями. Тем не менее, будущее русской власти есть что взять в качестве примера из опыта СССР для создания нового государства. Мы уверены, что наши инициативы построения новой России, Руси, включая условия соблюдения национальной справедливости, будут правильно поняты и приняты основной массой населения. Касаясь темы исторических личностей, в частности крупной фигуры последнего столетия, мы считаем, что углубленные дискуссии и обсуждения в этом направлении могут нести лишь учебно-познавательный смысл для пробуждающегося обывателя. Возрастающая ностальгия по твердой руке вызвана кажущейся безысходностью ситуации. Финансовый интернационал с помощью своей либеральной доктрины добился дезориентации населения и смешения понятий добра и зла, необходимости и полезности, законности и беззакония, опорочил и унизил наши исконные ценности, справедливость, честь и совесть. Мы, разумеется, дадим исчерпывающую характеристику всем, кто влиял на судьбу нашего народа, так как крайне заинтересованы в исторической правде. Однако уже сейчас со всей очевидностью можно утверждать, что племя реформаторов нашего времени, до сих пор находящихся у власти, нанесло России и русскому народу ущерб, сравнимый с потерями 1917-1926 и 1941-1945 годов. Лишь бы не было войны, неприхотливость и покладистость нашего народа поразительны, пережив огромные жертвы в Великой Отечественной, восстановив страну в кратчайшие сроки на небывалой волне энтузиазма, наши предки вошли в период спокойной мирной жизни. Едва ли не главным принципом и застольным тостом стала фраза «Лишь бы не было войны». Проходили десятилетия, менялись руководители, страна замедляла темп своего движения. Не менялся только тост за мирное время. Победа в прошедшей войне стала приобретать ритуальное значение. Руководством страны Советов было выгодно концентрировать внимание на гарантиозных событиях прошлого. Это позволяло упростить восприятие настоящего. Но враг не дремал, он продолжал решать историческую задачу – поработить самый непокорный народ. Сам этот непокорный народ понятия не имел, что является вожделенным объектом для порабощения, что война все еще не закончена, что она приобретает скрытый тайный характер и что руководители страны Советов все более склонны к предательству. На шестом десятке мирной жизни враждебной русскому народу силы, наконец, заявили о себе либерально-демократическим переворотом. Надо открыто признать, что мы, русские, оказались жертвой целеустремленного, спаянного единой целью народа, не признающего нашей морали, действующего по своим скрытым, безжалостным правилам. Мы, русские, находимся в абсолютной власти евреев. Этот факт публично оглашен нашим знаменитым соотечественником Игорем Ростиславовичем Шафаревичем. С большим трудом он доходит до сознания обывателя. Самое удивительное, что иудеи, прибрав к руководству не только наследства наших предков, но и средства манипуляции общественным сознанием, продолжают неутомимо изобретать и предъявлять нам свои претензии. Нашему народу только еще предстоит понять, что страшная для нас Вторая мировая война, как и все предыдущие войны, была организована иудеями и принесла сионистам огромные дивиденды и выгоды. Но им мало прямых экономических выгод. Главной их задачей всегда было и остается достижение властного мирового господства. Безнаказанно разрушая государства и империи, они многократно эксплуатируют священную для нас память о войнах. От игры на патриотических чувствах до обвинения других наций в создании этих войн, например, немецких или украинских националистов, так называемых, в то время как истинными авторами событий являлись сионисты-держатели денег. Раскрытие правды о мировом сегодня – необходимые условия для реального изменения обстановки в России. Наша элита это прекрасно понимает и концентрирует свои усилия на герметизации данной темы. Мы обязаны вернуть нашему народу трезвость и ясное понимание явлений внутри страны и за ее пределами. Это станет возможным по мере прозрения населения и разгона тумана, созданного иудейскими СМИ. Россия – образ будущего. Наша позиция простая и бесхитростна. Мы неразрывно связаны со своим Отечеством, ценим эту связь, намерены ее сохранять и оберегать. В единстве судьбы каждого из нас, судьбой Отечества и состоит наша национальная идея. Из всех функций государства на первоочередное место мы ставим задачу сбережения и преумножения нашего народа, нашей культуры и генофонда. Мы хотим сберечь национальную культуру коренных народов от яда либерализма, восстановить нашу традиционную мораль и нравственность, сохранить достояние наших предков для наших потомков, сделать нашу Родину процветающей. Мы убеждены, что замысел возрождения России станет возможным для воплощения только тогда, когда лучшая думающая часть общества проникнется идеей русского национализма. Запрет на государственную идеологию, установленный реформаторами в Конституции РФ, заложен с дальним прицелом. Фактически, текст этой Конституции проповедует идею либерализма, и вся последующая законотворческая деятельность и работа пропагандистской машины РФ де-факто оказалась направленной на утверждение идеологии Золотого Тельца. Основной закон страны должен быть национально ориентирован, полагаться на следующие фундаментальные принципы – сбережение и процветание и преумножение коренного народа. Справедливость выше закона, общая выше частного, духовная выше материального, традиционные ценности выше новодела. После того, как мы справимся с внутренним врагом, преодолеем заразу потребительства и деградации морали, Россия, безусловно, станет духовным ориентиром для многих народов мира. Этот момент будет важен для будущего всего человечества еще и потому, что одной из составных частей русской национальной идеологии является нравственное отношение к природе. Издревле природа мыслилась русскому народу как «мать-земля», что гарантировало особую этику взаимоотношений людей с окружающим миром. Бережно относясь к живой природе, русские люди вполне обоснованно верили в силу природных явлений, в их покровительство. Мы ставим вне закона практику мировой финансократии по использованию ресурсов земли как источника дармового обогащения. Мы приложим все силы, чтобы не допустить экологической катастрофы, за которой может проследовать гибель всего человечества. Россия станет не только нравственным ориентиром, но и передовой экологической державой. У нас есть план первоочередных мер переходного периода, есть достаточное количество планов и проектов будущего развития России, проекты Конституции и предложения по формам управления. Но сегодня их широкое обсуждение не представляется возможным в силу указанных выше причин. Тем не менее, отметим некоторые моменты построения будущего государства. Существующая система правосудия не отвечает интересам народа и подлежит глубокой ревизии. В первую очередь, необходимо устранить зависимость работников системы правосудия от указаний администраторов любого уровня вплоть до президента. Перед законом должны быть все равны и безработный, и олигарх. Справедливость, честь и совесть должны занять в обществе достойное место. Установка «закон превыше всего» отменяется. «Превыше всего» – правда и справедливость. А законы лишь помогают принять справедливое и правильное решение. Очень глубокий тезис, который мы должны принять себе в голову. Судья или полицейский служащий или вообще любой администратор должен следовать не букве, а духу закона. Если он в этом законе использует этот закон против интересов нации, государства или отдельной личности, то он является нарушителем этого принципа. И таким образом он является не исполнителем закона, а нарушителем самих принципов, положенных в основу закона. Это делают практически все судьи нынешней Российской Федерации. Либералы и демократы, копируя законы глобальной финансократии, создали систему отбора людей во властные структуры, зависимую от денег, корпоративных и клановых влияний. В результате в течение четверти века сформировано и действует правительство, Государственная Дума, Совет Федерации и так далее, из хищников, ведомых жаждой власти и обогащения. Данная система подлежит демонтажу. Статья 3 Конституции Российской Федерации о народовластии сегодня игнорируется. Мы введем методику выдвижения людей с самого нижнего уровня, продвижения их на другие уровни управления в зависимости от оценки их достоинств и полезности для общества. Порядок отзыва любого выдвиженца должен быть доступным для народа. Судный процент ростовщичества изобретения финансовых паразитов нынче является узаконенным преступлением. Он будет отменен. Сегодня оценка качества работы народных избранников не предусмотрена. Мы введем закон об ответственности власти. В любом случае выбор системы управления государством должен решаться на самом высоком уровне всенародном изъявлении воли под идеологическим управлением настоящей национальной элиты, а не оккупационного руководства. Русская экономика. Русский мир сегодня из критериев высокой нравственности, открытости и правды предъявляет к сфере экономики простые понятные требования. Экономика должна быть прозрачно, безубыточно, служить общему делу и быть интересной тем, кто ее строит. Все рычаги управления экономикой, финансовые потоки и ресурсы сегодня находятся в руках властно-олигархической вертикали. Труженики, организаторы материального производства, ученые и патриоты-государственники задвинуты на задний план. Законы в стране принимаются исключительно в интересах кучки олигархов. Олигархи не ища диада. Это люди вполне заурядных способностей, которые проявляют себя лишь при стечении обстоятельств. В нашей стране они появились в короткий сезон управляемого экономического разбоя. Как грибы после дождя. Они представляют собой в высокой степени однородную массу, одержимую жаждой наживы и не утруждают себя нравственностью и поисками правды. Все наши доморощенные олигархи подходят под библейскую формулировку. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Или еще по плодам их узнаете их. Все капиталы, добытые ими, безусловно, преступны. Преступно и существование этих капиталов и дальнейшее их наращивание. Мы можем смело об этом говорить, опираясь на официально известные материалы. Рассчитывать на то, что существующая власть решится дать правдивую оценку этой деятельности глупо, она не может свидетельствовать против самой себя. В переходный период мы гарантируем неприкосновенность олигархов, изъявивших желание участвовать в процессе восстановления России, однако их дальнейшую судьбу все же будет решать Народный суд по совокупности содеянного. Упадок экономики России за четверть века скрывается официальными инстанциями. С точки зрения суверенности, независимости и самодостаточности страны этот упадок носит катастрофический характер. Все отрасли, имевшие ранее значительный вес на внутреннем и мировом рынке, разрушены. Страна целенаправленно превращается в сырьевой придаток мира и стала зависимой по многим направлениям, в том числе и по продовольствию. Россия оказалась в яме не по ошибке или некомпетентности управляющего звена, а вследствие идеологической диверсии, которая проводилась намеренно и целенаправленно. Управленческая элита, выполняющая задачи мирового финансового интернационала, не просто не способна изменить вектор движения, она не собирается этого делать. Все нововведения, борьба с коррупцией носят лишь декоративный, камуфляжный характер, направленный на снижение градуса социального напряжения. Наши основные принципы будущего управления экономикой – построение экономической и хозяйственной самодостаточности страны как необходимого в условии достижения реального суверенитета, приоритет товарному производителю, приоритетное развитие ресурсов, сберегающих малоотходных и экологически безопасных технологий промышленного производства, творческое применение научных и практических достижений всех периодов существования русского государства, создание многоукладной экономики на основе государственной, общественной и частной форм собственности, создание финансовой системы, удовлетворяющей исключительно интересы государства и народа, укропненное научно обоснованное государственное планирование, охрана окружающей среды и сбережения природно-экологического потенциала России, отслеживание и постоянная корректировка динамического баланса между сферой потребления и государственными затратами. Заключение Болезнь русского народа слишком запущена. Это, конечно, не дураки и дороги, как нам внушают избранные. Талантов русскому народу не занимать, а дороги – дело наживное, только бы освободиться от паразитов. Наша проблема в том, что народ слишком долго находился в состоянии труженика-исполнителя, привыкшего исполнять волю начальства. Думать о государственных вопросах, да и о перспективах своих потомков нужды не было. Все решал царь-батюшка, а затем тотальный идеолог КПСС. Вот и привыкли верить всем на слово. Какой указ не выйдет, что по радио не скажут – все правильно, все пройдет. Немало было думающих людей, да многих уничтожили комиссары иудеи, остальных советская власть изрядно перевоспитала. Спасибо либералам-демократам своими действиями, они не только оскотинивают население, но и в то же время еще и отрезвляют. Есть надежда, что разумное начало в народе возобладает, да и генетика – великая сила, Бог даст – не подведет. Так что предстоит нам не только власть брать, но и учиться одновременно правильно жить, поменьше полагаться на авось, а чаще вспоминать о своем великом предназначении, брать на себя личную персональную ответственность и за себя, и за близких, и даже за государство. И у нас это обязательно получится. Мы возвысим и установим лучшие традиции наших предков на прочный фундамент национальной культуры. Всем коренным народам необходимо объединиться не вокруг подставного вождя лидера преступной группировки, а вокруг истинной национальной элиты, не замаравшей себя никакими действиями против народа и Родины. Это не только призыв, но и элементарные условия выживания. Те, кто управляет нами, должны это понимать, однако наличие у них двойных гражданств и капиталов за границей свидетельствует о других тщательно скрываемых намерениях. Мы уверены в том, что истины, изложенные в данном манифесте, в скором времени станут достоянием и руководством к действию миллионов людей. Как только это случится, народная воля изъявления без кровопролития обеспечит приход новой национальной элиты к власти. Победит сила, в данном случае сила общественного мнения, воплощенного в волевое решение. Только люди высшей морали, самоотверженные с острым пониманием национального пути развития России и высоким чувством ответственности, смогут вывести Россию на путь возрождения и расцвета. Мы гордимся тем, что являемся представителями великого, доброго, справедливого и ясно мыслящего народа, преодолевшего на своем пути все многочисленные лишения. Сегодня мы мирно решаем просветительскую задачу, являясь единственной реальной идеологической оппозицией действующей власти. Мы испытываем на себе самое мощное противодействие лживой, алчной, извращенной властной группировки, ненавидящей русский народ. Мы уверены в том, что люди, узнавшие правду, не станут мириться с участью рабов. Завтра мы возглавим неодолимое движение просвещенного народа к светлому будущему, основанному на добре, справедливости и торжеству разума. Так победим. Русский национальный фронт. Ноябрь-декабрь 2016 года. Завершив цитирование национального манифеста, должен сказать, что этот текст еще во многом сырой, и мы поэтому приглашаем к его редактированию других людей, для того, чтобы они тоже смогли внести свой интеллектуальный вклад. Есть и речевые огрехи, которые я иногда исправлял по мере чтения этого документа. Есть некие смысловые несуразицы, которые надо подредактировать, подчистить, и я тоже спотыкаюсь о них, когда читаю этот документ. Тем не менее, в нем есть заложена прочная основа. Две проблемы, которые стоят перед нами, как изложить наши идеи таким образом, чтобы не подпасть под действие так называемого антиэкстремистского законодательства. Да, мы не принимаем иудаизм как религию, которая имеет право на существование не только в Российской Федерации, но и вообще. Есть приверженцы этой религии, мы являемся противниками этой религии. Как атеисты, так и русские православные люди иудаизм не принимают по множеству известных из истории, из религиоведения смыслов. И мы не считаем возможным как-то прогибать спину и говорить, что иудаизм это тоже религия, она тоже имеет право на существование. Нет. Тем не менее, в нашей правоохранительной системе считают, что они должны защищать вообще все, что угодно от любой критики и даже не только от критики. В данном случае мы ставим вопрос даже не о критике, а о полном, тотальном неприятии этой религии. Как люди религиозные, православные, христиане не имеют права по-другому относиться к иудаизму. Ну, может быть, кто-то и хочет по-другому относиться, говорит, что у нас общие светские ценности, но это все не имеет никакого отношения к религии. Религиозное, религиозное воззрение и русское национальное воззрение не принимает иудаизм. Здесь большая проблема, как нам изложить наше неприятие таким образом, чтобы правоохранительная система хоть каким-то образом приняла это как норму, как то, что допустимо и то, что является мнением, точкой зрения и оценкой, а вовсе не стремлением кого-то унизить, кого-то дискредитировать или кого-то уничтожить. Вторая проблема в том, что наше неприятие, ныне действующее в Российской Федерации власти, тоже является абсолютным. Мы не принимаем тотально эту власть. Она враждебна нам во всех своих проявлениях. Как это все изложить, чтобы правоохранительная система не объявила все это попыткой свержения законной власти? Да мы не считаем эту власть законной. И свержение этой власти, ну, если бы у нас были силы, наверное, мы бы поучаствовали в том, чтобы эту власть заменить. Она действительно законной. Мы выступаем за законную власть, а эту считаем незаконной. Это наше мнение, это наша оценка действующей так называемой власти. Мы считаем их самозванцами. И как-то нам надо изложить все то, что сказано и как-то отредактировать для того, чтобы все-таки этот текст был таким, чтобы правоохранительная система не пересажала всех нас за решетку. И это будет большой проблемой, потому что кто же тогда будет воплощать национальный манифест? Ну да, почему бы не посадить еще миллион человек, национально ориентированных русских людей в лагеря? Для Путина и его шайки, конечно, это вполне нормально. Направить правоохранительную систему против нескольких десятков идеологов, ну это дело простейшее, это уже происходит, это уже произошло. Это на наших глазах, на нашей памяти, здесь и сейчас. Это обстановка ныне действующая, нынешнего дня. И третья проблема, как изложить наше отношение к московской патриархии, которая с одной стороны оседлала русскую православную церковь, христианство, с другой стороны обслуживает интересы олигархии, и с третьей стороны владеет символами христианства, их активнейшим образом использует. В личных целях, в карьерных целях всей этой церковной бюрократии, как нам отделить христианство от вот этих нехристей в золоченых одеждах, это большая проблема. Как и проблема привить уважение, нет, не к этой церковной бюрократии, а к христианству как таковому у тех, кто пытается его опровергнуть какими-то более ранними историческими периодами, когда якобы существовала какая-то иная, совершенно другая религия, которая объединяла русских, таковой религии не было, это факт установленный, абсолютно достоверный, никаких абсолютно источников нет и не предвидится, потому что русские сложились из разных славянских племен. Славянское язычество было, да, но оно было так же разнородно, как и язычество, например, древних греков. Множество богов, множество столкновений на религиозной почве, взаимное неприятие, племенное неприятие в том числе. Все это было, это надо признавать как факты, никакого общерусского государства до христианизации России не было и не существовало. Кто думает иначе, пусть предъявит хоть какие-то доказательства, их нет, нет даже ни малейших признаков. А если бы существовало крупное государство на территории будущей Руси, ну уж наверняка арабские и античные хронисты об этом бы чего-то знали, об этом хоть что-то бы написали. Но этого не было и надо это признать. То есть историю надо признавать такой, какая она есть, а не такой, какую хочется придумать. Вот историческая правда должна быть изложена в коротких тезисах, которых пока еще в этом манифесте нет. Есть, конечно, проблема в том, чтобы изложить экономические воззрения ясным языком. Конечно, должна произойти национализация собственности, так называемой олигархии. Конечно, должны быть установлены совершенно иные правила экономической жизни. Сегодня они разделяют людей, надо сделать так, чтобы они объединяли людей, чтобы действительно приоритет был за теми, кто поддерживает жизни, жизнеспособность нашего народа, нашего государства. А не за теми, кто грабит и с помощью финансовых механизмов раздевает, можно сказать, до нитки, разоряет дотла. Идеологическое творчество непросто, потому что смута одолевает нас, в смуту погружены мозги большинства людей. И как достучаться до них – это большая проблема. Поэтому и стилистика манифеста, и применяемые там термины подлежат изучению, пересмотру, корректировке. К этому мы и приглашаем русских идеологов. Не к тому, чтобы у нас, знаете, есть такие самозабвенные люди, которые говорят, да вы чепуха, выбросьте, я свое сейчас вам расскажу. Вот этого нам совершенно не надо. Нам нужно совместное творчество. Определенный этап этого творчества пройден. Есть вот черновик, который я сейчас вам зачитал. Черновик, но уже в высокой степени готовности. Отказываться от того, что там написано, от тех принципиальных идей, которые там изложены, разумеется, участники создания этого документа не будут. Если вы готовы какие-то свежие мысли добавить, а эти мысли должны быть буквально в несколько строк, тогда другой разговор. Можно как-то иначе структурировать документ. Мне кажется, он сейчас достаточно сырой и в этом отношении. То есть некоторые главы надо переставить. Общее и частное должны следовать одно за другим. А потом новое обобщение и завершающий пафос. Все это необходимо. Но в целом документ готов. Он готов для творческого приложения сил и для тех людей, которые способны к пониманию, которые отбросят все недостатки, все огрехи, которые в этом документе есть, и поймут его содержание. А если поймут, то и присоединятся к деятельности Русского национального фронта. Слава России!